здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня мы продолжим с вами экскурсию по городу екатерибургу показывали вам достопримечательности города что еще рассказать вам показать что осталось будем показывать и рассказывать дальше ну как говорил президентский центр бориса ельцина ельцин центр общественный культурный образовательный центр открытый в екатерибурге 2015 году под эгидой одноименного фонда ельцин центра ельцина рядом с кварталом екатерибург-сити назван часть 1 президента россии бориса ковача ельцина спроектировано архитектурное бюро бернаскони во главе с борисом бернаскони одним основателем объектов центра является музей бориса ельцина но в этом личные вещи ельцина также ценирует ар-кафе кинофин кино конферанс зал также можно посетить книжный магазин кафе библиотеки парк научных развлечений и другие там организации есть ну как бы сказать то что открывается еще вид красивый ельц екатеринбург-сити ельцин центра на набережную набережная очень красивая драм-театра вот драм-театр где находится фонтанчик самый красивый только в виде шара является старейшиной в городе на протяжении 100 лет здесь гуляют жители и гости катербурга протяженность набережная составляет примерно два километра центральная набережная столица урала является местом притяжение для многих горожан с набережной открывается отличный вид на современный городской пейзаж аллеи парка украшенные цветниками аккуратно подстриженными деревьями идеально ровными газонами в районе театра установлен большой фонтан как я вам сказал с круговыми ступеньками чтобы в жаркую погоду была возможность отдохнуть отдохнуть и освежиться стоит добавить власти города позаботились о комфорте местных жителей поэтому по всему парку установлены скамейки и лавочки вечернюю вечернюю набережную освещают фонари также предусмотрены подходы городскому пруду оборудованы главные спуски для горожан с колясками и двухколесным транспортом для мало мобильных горожан предусмотрены пандусы ну на плотинке погуляли тоже с вами главное место для народного гуляния в Екатеринбурге городской пруд был создан 1723 году в предстоительстве первого котировского завода также еще в центре города площадь 1905 года центральная старейшая площадь в Екатеринбурге также пассаж супермаркет гипермаркет называется также возле пассажа можно посетить и арбат местный очень красивый пешеходная улица красивая со своими старинными зданиями и фигурками и всеми красивыми значимыми местами ну прогуляться по арбату всегда очень красиво и всем всем людям нравится это главная пешеходная улица Екатеринбурга по ней стоит прогуляться как я говорил во первых здесь много очень торговых центров где можно купить сувениры как же туристу без них во вторых здесь вы найдете самые причудливые скульптуры друзья корабельник влюбленные майкл джексон и например персонажи счастливые вместе с генной букиной кроме всего прочего на вайнерах улица вайнера где стоит арбат находится часто выступают уличные музыканты актеры и клоуны Екатеринбург считается крупнейшим центром конструктивистской архитектуры одним из самых главных памятников конструктивизма остается городок чекистов загадочное место в центре города квартал жилых домов началось почти в начале тридцатых годов двадцатого века по легенде если посмотреть на городок чекистов сверху то можно увидеть серп и молот серп это полукруглое здание гостиницы и сеть молот здание краеведческого музея с пристроем чтобы побывать в белой башне вам придется покинуть центр города и спуститься в метро кстати здесь тоже есть на что посмотреть доехать до микрорайонов уралмаш здесь находится бывшая водонапорная башня завода у затм построены в 1029 31 году по проекту моисея рейдшера белая башня признана памятником архитектуры авангарда долгое время она была заброшена сейчас здесь ведутся активные работы по ее восстановлению проводятся экскурсии и культурные мероприятия недорого пообедать можно в самом центре города в здании гостиницы сеть кстати она тоже памятником который туризма является есть заведение фабрика кухня она открылась на месте культу культовых уральских переменей тут можно пообедать средний чек где будет достаточно демократичен 250 300 рублей ну все там красивее очень аппетитно готов ну тут недалеко торговый центр гринвич один из самых красивых зданий как бы посетить очень гипермаркет гримич красиво внутри со своими рядами торговыми скульптурами бассейнами этот водопадами там красивые такие места для отдыха и также можно удобно как бы посетите сразу спуститься метро также для всех отдыхающих там расположены обеденные как бы кафе и ресторанчики наверху full court пообедать можно и красивое место обязательно посетите и гримич всем понравится пассаж гримич много торговых центров всяких разных тут недалеко возле центра города также перекусить всякие кафе как я вам говорил макдональдс и киевси бурген кинге и многое другое вечернее время обязательно сходите на набережную посмотрите фонтанчик красивую музыку послушайте также уличных музыкантов можно послушать в тоннеле миццоя всем понравится красивое место вечерние также погода бы лучше было бы тоже хорошую погоду тоже хорошо гулять и особенно в летнее время конечно ну что делать ну на это будем заканчивать свою экскурсию путешествие по значимым местам зданием показали вам красивые достопримечательности города екатеринбурга ну обязательно если будете в городе екатеринбурге посетите все эти места все понравится также посетите как усоцкий центр высоцкий посмотрите 53 этаж смотровую площадку вам понравится вид увидеть и обалденные все-таки вообще красивое место также музей высоцкого это будем заканчивать свое путешествие ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на на наш канал отдых с нами дальние страны всегда будет с вами что желаю счастья здоровья удачи пока пока